здравствуйте друзья вот вопрос как ответить на 50 вакансий в день а это я там говорил кое-где что нужно рассылать 50 резюме в день это как высокая цель у меня минимум полчаса уходит на то чтоб найти одну просмотрев 10 20 на linkedin и еще минут десять на ответ слэш заполнение форм на сайте компании для меня такой поиск работы очень сильный выход из зоны комфорта и ответив на пять таких в день чувствую себя как выжатый лимон может дело в том что я 3d художник они программист нет у нас аналогов дайс и монстр новые вакансии совсем не по профилю совсем по профилю не каждый день появляются читая объявление рекомендуемый linkedin и на них то и уходит время и все соки потому как можно прочитать пол объявления и только потом увидеть что компания к примеру в игровой индустрии они в анимации или рекламе а специфика и требования к опыту для них разные поделитесь пожалуйста алгоритмом как отвечать на 50 вакансий в день поделимся давайте мы друзья сначала вернемся к тому месту где я говорил про отсылку 50 резюме в день кроме того что ты вывешиваешь свое резюме и те кто тебя ищет могут тебя найти то есть я говорю сначала ты вывешиваешь да из монстр карьер билдер а потом кроме этого если время есть тоже ты можешь слать и я показывал что можно послать там легко до 50 резюме и речь шла о кюей от от тестирования речь не шла даже о программист не и сколько на программиста не знаю но вот на тестировщика значит было ну то есть там получалось сотня позиции выходит я говорю но если сотня позиции вышло и мы хотя бы там на половину можем реально послать а реально послать это значит что у нас в резюме есть хотя бы половина того что они хотят тогда уже можно послать поэтому из 100 позиций значит мы еще говорим но от половины имели на половину мы можем послать потому что у нас есть хотя бы 50 процентов от того что они просят вот так реалистично можно посылать об этом шла речь то То есть, во-первых, это речь шла о тестировании, и во-вторых, я ведь говорил о людях, которые ищут первую работу, понимаете? То есть, мой фокус главный, это люди, которые находятся в самом тяжелом поиске, в самом-самом тяжелом. Вот первая работа, ничего сложнее нет, допустим, ну я не знаю, если в калориях затраченных измерять, то вот получается, если ты первую работу искал и потратил тысячу единиц каких-то там, вот, то на вторую работу ты, может быть, потратишь уже только 300, а на третью работу, может быть, только 50, то есть ты где-то там в двух-трех местах вывезешься, и тебя тут же и порвут, понимаете? Но опять, мы говорим о тестерах, тестировщиках, там, QA, как хотите, назовите, но речь идет об этом. Я же в других профессиях-то что я могу сказать, я не знаю. Ну, то есть, как тенденция, да, а как конкретика, там, сколько резюме послать, я не знаю. Поэтому, если человек там 3D-графикой занимается или анимацией занимается, для того, чтобы послать 50 резюме, надо, ну, как минимум, иметь 50 вакансий, 50 позиций открытых. Как же, иначе ты не можешь послать? Если все, что есть у тебя за день, ты находишь там 5 позиций, так ты больше 5 резюме и не пошлешь. Это занимает время, конечно, это правда, но тут есть тонкость одна. Когда ты уже, как бы, более-менее такой синер, ну, начинающий, может быть, синер, или такой очень крутой, такой серьезный, там, mid-level, да, вот, тебя начинают находить, тебя начинают искать. На том же самом LinkedIn, если вы напишете, что вы открыты, так сказать, к смене профессии, тебя начинают контактировать другие люди. Потому что ты, как бы, вот, тебя ищут. Точно так же, как вам, может быть, трудно там найти вот правильную компанию, компании, которой человек нужен, тоже очень трудно его найти, этого одного человека. Поэтому, чем более серьезный специалист, тем, как бы, более автономно работает LinkedIn с тем, чтобы его там нашли. Понимаете, то есть требует меньше усилий с вашей стороны. Кроме того, если уже мы говорим про LinkedIn, я думаю, что про 50 резюме мы уже объясним. Значит, если мы говорим про LinkedIn, и вот вы потратили какое-то время, вы увидели, что там есть позиция, которая таки, да, ваша. То есть, это вот, да, что у вас там анимация, или там не анимация, или вот что-то, вот ваша позиция, вот ваша. Вы поняли это. Значит, самое главное, что вы нашли, вы нашли не позицию, а вы нашли компанию, в которой есть такая позиция. И знание компании намного важнее, потому что вы теперь можете начать делать поиск на эту компанию, людей из этой компании. Если мало приносит, вы можете задружиться там с какими-то рекрутерами, у которых много контактов. Они охотно принимают еще людей, то есть, вы можете расширить тот нетворк, который у вас в поиске, там, как бы, доступен. Можете со мной связаться, у меня многомиллионный нетворк, там, в трех уровнях, поэтому, может быть, так тоже проще будет. Я не знаю. В общем, к чему я рассказываю, что вы начинаете искать людей в этой компании. Конечно, вы можете интересоваться конкретным регионом, можно сказать, в Нью-Йорке, там, в Сан-Франциско. Можете искать по всей стране, даже по всему миру. И начинаете смотреть, что за люди в этой компании работают. И вы увидите, что там есть те, кто руководят процессом. Там может быть VP of engineering или какой-нибудь art director. Я не знаю, вот под кем обычные люди там, вашего, так сказать, направления. Там может быть менеджер, который по этой части. QA менеджер, development менеджер, project менеджер. Вы увидите людей и вы увидите их имена. Многие из них не хотят, чтобы их так вот напрямую в лоб контактировали. Но если вы знаете имя человека и должность, где он там в компании работает, значит, вы можете пойти, например, на Facebook его найти. То есть, наверняка эти люди там найдутся. Вот. Можете просто погуглить там на имя и увидите в каких-то других соцсетях этого же самого человека. Но существенно то, что их там много, этих людей. И вы можете к ним напрашиваться на то, что называется informational interview. Вы можете сказать там, привет, Вася, вот я тебя там увидел, что ты работаешь в такой-то компании. А я как раз вот этим делом занимаюсь. И подумал, что бы нам с тобой на ланч не сходить. Может быть, ты мне такое informational interview, может быть, ты мне расскажешь. Там вот я пытаюсь работу сменить, может быть, резюме моё посмотрю. Не говорите ему, может быть, у вас в компании есть вакансия. Вот этого говорить не надо. Потому что никто не хочет брать на себя лишнего. Если вы ему понравитесь, если так всё хорошо и так далее, он вам сам скажет. Он скажет, слушай, ты знаешь что, я тут знаю пару чуваков, могу им дать твоё резюме. Это да, это пожалуйста, легко. Но вы заводите контакты. То есть вы к нему идёте с такой социальной, такой тусовочной функцией, познакомиться туда-сюда. Вы идёте на сайт, который называется... Ой, господи, Meetup. Meetup, да? Шесть букв. Вот, meetup.com. И там делаете поиск по вашей там, какая там у вас графика или анимация, или там Java, или тестирование, или что у вас там есть. И вы обнаруживаете какие-то локальные группы, которые вот прямо там, где вы есть. Эти группы обычно отсортированы по... Многочисленности. Вот, и вы смотрите, когда они встречаются. Допустим, если группа 500 человек, то на встречи может ходить там 20, например. Но если вы начинаете туда ходить, вы начинаете с ними знакомиться там в течение полугода, может быть, вы познакомитесь там с двумя-тремя десятками людей. Они все где-то работают. Кроме того, если мы говорим уже про группы, то на LinkedIn тоже есть группы. И у группы есть одна очень интересная фишка. Вы можете контактировать члены группы без того, чтобы быть с ним знакомым. Если только он не заблокировал эту фишку у себя. Но большинство людей просто так не блокируют. Поэтому вы начинаете искать группы там по анимации, там по 3D графике там и у кого чего. И вступаете в эту группу. И дальше вы видите всех людей в этой группе. Понимаете, у вас вся группа перед вами. Это могут быть сотни людей, это могут быть тысячи людей из разных стран. Вы не пишете в группе, ребята, я ищу работу. Хотя в группах зачастую вешаются объявления рекрутерами, которые говорят, вот люди нужны и так далее. Но это не главное. Вы видите людей, которые работают в вашей узкой нише. Вы можете пойти посмотреть, в каких компаниях они работают. Вы можете пойти, увидеть, есть ли у них там вакансии. Вы можете сконтактироваться с этими людьми. И так далее, и так далее, и так далее. То есть совершенно не обязательно на Линктыне подойти, знаете, как к трубе. Пришел там с мешком резиновым. Если бы там золото из этой трубы сыпалось монетами. Или нефть какая лилась. Там бензин. Ну ничего там, кап-кап, кап-кап. Ну так надо отойти от этой трубы и пойти к другой. Что же, конечно. Вот. И вообще общение с коллегами очень продуктивная штука. Никогда не знаешь вообще, где, когда сработает. Очень важно быть частью какого-то такого профессионального нетворка. То есть вот я бы так сказал. Я бы так сказал. Кроме того, еще раз, когда ты говоришь, я курсы закончил там и чем-то интересуюсь. То от тебя в основном люди шарахают. А когда ты говоришь, я там синьер, левел там 5 лет опыта, 7 лет опыта, 12 лет опыта. Наоборот, все только и норовят с тобой задружить. Как бы так работает уже все на тебя. Так что. Вот такая моя как бы байка вот по поводу заданного вопроса. Счастливо. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон»